Доброе утро! Мы продолжаем изучать Мишлей, притчи. Продолжаем изучать Мишлей. 22 глава у нас сегодня. 22 глава. Я сегодня уже не в машине. И я думаю, что, слава Богу, урок получится более спокойный. Интересно, что каждое место очень сильно влияет на человека. Вот я обратил внимание, есть места, которые очень сильно отличаются от других мест. Вот тот же Котель, например, да, Стена Плача. Это совершенно уникальное место. И я обратил внимание, что даже если во время молитвы представить, что ты стоишь возле Котеля, совершенно другая молитва получается. То есть есть места, которые человека включают, есть места, которые человека выключают, есть люди, которые человека включают, есть люди, которые человека выключают. Вообще человек, он очень зависим от внешних факторов. Специально так Всевышний сделал, что люди, это настолько неустойчивая конструкция в плане, да и в физическом плане, человек если стоит, он все время куда-то падает, он не может стоять, его все время, если бы не было вот этого внутри постоянного механизма регулировки, то человек не мог бы жить. Есть еще одна такая штука, гомеостаз она называется, то есть тело человека постоянно, вот закончилась вода, ты хочешь пить, больше воды ты хочешь в туалет, закончилась еда внутри, хочешь есть и так далее. То есть постоянно нет постоянства в принципе, по сути своей человек не может быть постоянным в этом мире, но он все время стремится, как бы вот это стремление, как бы зафиксироваться, да, оно присутствует. Но это иллюзия, нет фиксации. И Тора, которую мы изучаем, это возможность зафиксировать себя и свое я, и свое самоосознание, и свое самоопределение на единственной константе, которая есть, Всевышний, создатель мира, создатель мироздания, душа это как его проявление. И когда ты свой интеллект, свое я, которое постоянно пытается найти точку равновесия и устойчивости, соединяешь со Всевышним, в этот момент наступает такое вот очень хорошее состояние, но оно наступает опять же на секунду, потому что тут же налетают на тебя люди, события, время, какую-то информация, и она выбивает ум из состояния равновесия. Все. А мы изучаем сейчас притчи царя Соломона Мишлей, 22 глава, 22 глава, и мы сейчас находимся, секундочку, вот 22 глава, третий отрывок и четвертый сегодня мы постараемся пройти. Значит, мы на втором отрывке вчера даже прервалось, у меня телефон перегрелся в машине, и получилось, что он отключился. Мы остановились на очень интересной теме, второй отрывок, богатый с бедным встретились, обоих делает Бог. Интересно, вот только сейчас я обратил внимание, что слово Ашир, богатый, и Раш, бедный, в них корень один и тот же. Есть, ну, Шин, Рейш, Ашир, это богатый, Раш, бедный, то есть это даже буквы, ну вот главные две буквы, Ашир, это Аэн, Шин, Рейш, значит, идет Шин первая, Рейш вторая, а у бедного Раш, это наоборот, Рейш первая, Шин вторая. Ашир, Раш, и говорит нам царь Славон, Ашир, Раш, не в Гешу, они встретились, у них произошла как бдиша, да, они встретились, делает, делает всех, делает Бог, то есть, я помню в Талмуде есть такой вопрос, а почему Бог сделал бедных и богатых, и почему Бог, почему Бог так сделал, что если он хочет, если Бог говорит, чтобы человек, у которого есть деньги, помогал тому, у которого нет денег, почему он не сделал Бог сам тогда, чтобы вот этот бедный, кому надо помогать, чтобы он был богатый, так это же очень просто, он специально, Бог дал возможность, он через одного дает другому, то есть, он, если он дает богатому, да, он ему дает деньги, но он говорит, в этих деньгах есть часть, я тебе даю не просто деньги, я тебе даю возможность еще через эти деньги соединиться со мной, с Богом, быть моим посланцем, моей рукой, моим проводником, и ты, значит, оп, я через тебя передаю деньги ему, и у тебя есть еще духовная, 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 есть у тебя награда, заповедь, а как быть с бедным, бедный, он получает деньги, и есть опять же, есть бедный, говорит, вот опять не додали, вот опять, вот сволочи эти все богатые, вот вообще, Бог, где Бог, вообще нету Бога, и есть такой тип бедного, не дай Бог, есть другой, он говорит, вообще, я же как, с неба деньги падают, просто реально с неба деньги падают, ага, если с неба деньги падают, значит, есть Бог на небе, а если есть Бог на небе, значит, что мне теперь делать? И я читал очень интересную историю, Раф Шалом Аруш, Раф Шалом Аруш, у него была очень страшная финансовая ситуация, долги огромные, у него была ситуация очень плохая со здоровьем, там, ну, в общем, у него со всех сторон было все очень плохо, но он очень был верующий человек, и он верил, что все от Всевышнего, а Всевышний добрый, Всевышний его любит, несмотря на то, что ему сейчас плохо, но Всевышнего все равно любит, и он, значит, ходил и благодарил Всевышнего, пять часов в день он делал этот идбадедут, уходил на природу, и, значит, Всевышнему говорил спасибо, 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 значит, в благодарность, а люди вокруг на него смотрели и говорили ему, что, послушай, у тебя ситуация хуже некуда, а ты такой счастливый, веселый, он говорит, да, слава Богу, как-то вот так интересно, и они начали к нему приходить, учиться у него, потому что они думали, как же так, у нас все хорошо, мы несчастные, у него все плохо, он счастливый, теперь, ну ведь счастье это главное, и они, а как быть счастливым? Он написал книгу «Сад веры», «Сад благодарности», он их научил быть счастливыми, а Бог ему дал, дал все, что только можно представить, потому что благодарные его ученики, которые научились у него быть счастливыми, они помогли ему решить все вопросы, которые у него были, финансовые. Вот такая интересная история. Значит, мы с богатым, бедным мы остановились, всех делает Бог, у Всевышнего есть для каждого, для каждого есть как уровни игры, в которых человек находится, и на каждом уровне есть, знаете, если интересно, было два брата, два брата, они были хасидсти цадити, да, они были братья, одного звали раби Элимелых из Лиженска, а второго звали Ребзуси из Аниполя, и они были родные братья, и только Элимелих, вот этот вот, один из братьев, он был очень богатый, у него все вот в жизни вообще, все прямо у него было, ну, лучше некуда. А его Ребзуси, брат, он был очень-очень бедный, но очень-очень счастливый, и много есть про них историй. Но самая интересная была история, они уходили в добровольное изгнание, было очень принято у великих мудрецов и праведников прошлых поколений уходить там на некоторое время, кто-то несколько месяцев, кто-то на год уходил в добровольное изгнание, это как, там было правило такое, никто не должен знать, кто ты, у тебя не должно быть денег, ты живешь на то, что люди тебе дают подаяния, и нельзя больше одной ночи ночевать в одном месте, и им нужно все время было скитаться. И они вот так скитаясь, они в этот момент, они реально соединялись со Всевышним, это был такой, как тренинг на год, прочувствовать, что даст Бог день, даст Бог пищу, что, ну вот именно такой тренинг был веры и благодарности, называлось добровольное изгнание. И вот они тоже ушли в это добровольное изгнание, и как-то они ночевали в одном месте, такой постоялый двор, один лежал на лавке, а второй под лавкой. И там пьяная компания каких-то мужиков, говорят, о, два еврея лежат, в общем, вот они, и Христа убили, и вот все, в общем, они такие плохие, значит, давай их побьем, давай. В общем, они побили, побили они того, кто сверху лежал на лавке, а тот, который снизу, они даже, ну, его не достали. В общем, побили, побили, а эти сидят, значит, вот побили нас, что же Всевышний нам этим хотел сказать, значит, тот, которого побили, он говорит, давай я лучше под лавку лягу, от греха подальше, а ты ложись на лавку. В общем, они решили поменяться местами. Решили они поменяться местами, эти мужики дальше сидели, бухали, потом им пришла еще одна новая идея, что давай их еще раз побьем, то есть один раз мало, значит, давай еще раз. Подходят они к лавке и говорят, вот этого, который сверху на лавке лежит, мы уже били, а вот того, который снизу, не били, и достали как раз снизу того, который до этого лежал сверху, и они его побили. И вот после этого они сели вдвоем и поняли очень интересную вещь, что если Всевышний, он одному дает исправление через побили, то хоть он на лавке, хоть он под лавкой вот так, а другому он дает исправление другое, но это все может закончиться легко. Бедный с богатым встретились, делает всех Бог, то есть все как бы, все вот так идет, как колесо. Но, как говорил Любавич Стеребе, он говорит, испытание бедностью, испытание богатством, это очень тяжелые испытания. Говорят, что богатством испытания тяжелее выдержать и остаться верующим по-настоящему, и понимать, что все от Всевышнего. Но, говорит он, я желаю всем, чтобы было у вас лучше испытание богатством, чем испытание бедностью. Пусть будет у вас тяжелое испытание богатством. Хорошо, теперь третий отрывок. Все, мы сегодня пришли к третьему отрывку. Третий отрывок. Арум Ра Ра Вейстар. Значит, хитрый увидел зло и спрятался. Уптаим Авру Венэншу. Значит, а наивные, они переступают, проходят и наказываются. Значит, еще раз по терминологии. Что имел в виду царь Соломон, когда говорил, есть люди хитрые, есть наивные? Значит, это свойство ума. Хитрый человек, его свойство ума, он просчитывает комбинации. То есть, хитрость это просто как свойство ума. Это не зло, это не добро. Это просто умение просчитывать комбинацию на несколько шагов вперед. То есть, я знаю людей, которые, например, хитрость лучше всего развивается в шашках. В шашках, когда бить обязательно, простая игра шашки. И когда хитрый человек, он думает, а, я сейчас вот тут отдам, тут отдам. Бить обязательно он раз побил, два побил, а потом я побил пять. Это вот чистая хитрость в русских шашках, она проявляется больше всего. Шахматы это там ум, глубина какая-то и так далее. Я в шахматы не умею играть. Ну, правила знаю, но играть не умею. А в русских шашках я когда-то тренировался даже, у меня разряд был в русских шашках. И видно, это развило хорошо вот эту комбинацию. Теперь наивный. Он видит жизнь односложно. То есть, он видит только первое последствие. То есть, он видит ситуацию, и он не видит дальше первого шага. Он не смотрит в глубину, не смотрит на два шага вперед, на три. Не задает вопрос, а почему пришло ко мне вот это первое последствие. Теперь говорит нам царь Соломон вот такую вещь, что когда хитрый видит зло какое-то, он от него пытается спрятаться. То есть, даже если это зло на втором шаге, на третьем. Вот сейчас очень сложная ситуация с коронавирусом. Непонятно, что, как, где. То есть, есть люди, которые по-разному к этому относятся. Но вот здесь сравнивает нам царь Соломон, дает некую схему, да, Шлома Меллах. Он говорит, что хитрый, он когда видит зло, он от него прячется. На всякий случай. Он не рискует, он не прыгает с парашюта. Хитрый не прыгает с тарзанки. Ему это все зачем? Знаете, как есть известная история, когда группа израильских альпинистов, они должны были подниматься на Эверест, 8 тысяч метров, и где-то там процентов 10-15 умирают при подъеме, теряются просто люди, и все, самая высокая и опасная вершина мира. Так, группа израильских альпинистов, они когда подошли к Эвересту, они вспомнили известную поговорку, что умный в гору не пойдет, умный в гору обойдет. И они обошли эту гору несколько раз вокруг и вернулись обратно. Это как раз, про них много писали, они сделали тоже интересный поступок, который мало кто до них делал. Это такая шутка была, но хитрый, когда видит зло, даже с кем-то произошло, даже что-то произошло, он старается от него предостеречься. Наивный он, ну и что, что с ним было зло, а я все равно пойду. И он идет, и именно за то, что он идет, он наказывается. Опять же, еще раз, у нас есть многовекторная, то есть Мишли, царь Самон дает нам много разных правил. И каждое правило, оно влияет на ситуацию, влияет на мировоззрение. Но, например, вот есть ситуация, что Птах и лошем бы колли беха, положись на Бога всем своим сердцем, а на свою бину, на свою разумность не полагайся. Как это соединить? То есть тут написано, что лучше предостерегаться, а там написано, положись на Бога, и не думай, и не предостерегайся. Вот тут речь идет о разных абсолютно вещах. Когда говорится, положись на Бога, имеется в виду в делах, которые связаны со Всевышним. То есть в выполнении заповедей, положись на Бога. В выполнении какой-то, вот ты знаешь, точно посоветовался с Равином, что это добро, это надо делать, положись на Бога. А ситуация, когда рисковать или не рисковать, ради чего? Ради каких-то там развлечений, удовольствий. Здесь нам сказал царь Соломон, хитрый, видит зло, и он спрячется от него. Наивный, он прет и будет наказан. Все. Четвертый отрывок. Четвертый отрывок, очень я хотел сегодня его успеть, и успел. Четвертый отрывок, он дает нам некую схему вообще успеха в жизни. Глобальная схема успеха в жизни, я бы этот отрывок вообще писал, писал бы на стенах, везде бы писал его. Он очень такой прям дает алгоритм успеха в жизни. Значит, говорит нам царь Соломон. Эков анова ираташе. Он говорит так, что следом за скромностью приходит трепет перед Богом. Эков анова ираташе. А дальше ошер вековод вехаим. А дальше приходят вместе с ним богатство, почет и жизнь. Жизнь имеется в виду вечная жизнь. Давайте разберемся. Вот это прямо имеет отношение к каждому из нас. Вот живет человек, он живет в мире своих мыслей о мире. То есть у каждого человека есть некая модель мира, в которой он живет. То есть он, как бы, его воспоминания, место, где он родился, его школа, его родители, его правила его дома, правила, по которым он как-то воспитывался в детстве. То есть представление о мире, представление о том, что такое добро, что такое зло. И представление о том, кто такой я. И вот это все цементируется тем, что называется эго. Есть люди, их называют эгоисты или эгоцентрити. Или что такое это эго? Эго это когда человек, он говорит, я и мои вот эти вот идеи о мире, это истина. Это истина и я, значит, вот я абсолютно уверен в своих вот этих вот мыслительных построениях. Теперь, ну, логика нам подсказывает, что это все иллюзия. То есть это его мысленные построения, это нити отпечаток реальности, который отпечатался у него в его нейронных сетях когда-то абсолютно случайным образом. Он абсолютно переплелся, то есть это похоже на сон или это похоже на воображение, которое когда-то вот просто как отпечатки. Это же даже не фотографии, потому что память, она не фотографическая. Память меняется, проверяют там, ученые проверяют, вот реально человек видит что-то, а потом его спрашивают, что ты видел? Вообще уже через час полностью разные вещи, через день разные, через месяц еще разные. То есть это такие какие-то, ну, это сон. Человек живет во сне о прошлом, о будущем, о себе. Я очень люблю проверять на тренинге, насколько люди спрашивают, кто себя знает там, а кто вот уверен, что себя знает. Еще руки. А у кого интуиция сильная? Еще руки. У кого прямо, кто доверяет своей интуиции? Еще несколько человек. Я выбираю самых таких уверенных в себе человек, такие, которые прям уверены, что знают себя, что у них сильная интуиция, сильная логика, что ну просто вот они, это то, что как раз называется эго. И я говорю, отлично, у меня к вам простой вопрос, можете оценить свои возможности, ну у вас же сильная эго, сильная логика, вы знаете себя, у вас большой жизненный опыт и так далее. Оцените, ответьте на вопрос, вам надо оценить себя. И задаю им простой вопрос, там сколько раз вы пропрыгаете за одну минуту. И они, те, кто говорят, что у них сильная интуиция, они обычно прямо задумываются и говорят неровную цифру, они почему-то говорят 27, 35, 31, 40. А обычно человек пропрыгивает за минуту 250 раз, то есть они ошибаются в среднем в 10 раз за одну минуту со своей сильной логикой, сильной интуицией, с опытом жизни и так далее. То есть человек живет в иллюзии и тот, у кого сильное эго, он как бы эту иллюзию свою цементирует и он в ней уверен в этой иллюзии. Говорит нам царь Соломон, анова, анова, скромность, это когда человек понимает, что это иллюзия, он понимает, что весь этот мир, все это мироздание, это некий информационный поток, который идет от Всевышнего. И он в этом мире только наблюдатель, даже в своей голове он только наблюдатель. И в этот момент его эго рушится, называют люди этот момент пробуждения, просветления, когда человек вдруг, он говорит, вот этот вот мыслительный голос, вот этот вот постоянно комментирующий реальность, голос в голове, это же не я, это просто какая-то машинка, которая работает отдельно от меня. В этот момент у людей наступает просветление, Мошера Бейну, который был, она, Миколь Адам, Мошера Бейну, Моисей, он был самый скромный из всех людей, у него его эго, его я вообще не было, поэтому Всевышний говорил через него. И в момент, когда это эго падает, включается то, что называется трепет перед Богом. У человека вдруг происходит такое прояснение, и у него наступает, он, ну как бы, он ощущает, он видит божественную реальность, и он внутри соединяется со Всевышним. Я когда-то слышал, как Экхартоле, такой есть человек, он описывал вот в момент этого своего просветления, и он говорит, это просто было, вот я проснулся в другом мире, вообще в другом мире. Вот этот вот голос, который мне все комментировал, и та личность, в которой я жил, она затихла, и тут я увидел мир абсолютно другим. Теперь говорит об этом царь Соломон 3000 лет назад. Следом за скромностью, следом за скромностью, включается трепет перед Богом, а дальше к нему приходит все остальное. Ошер – это богатство. Что такое ошер, богатство на языке Торы? Это немного денег. Ошер – это миашир, кто богатый, а самех бехелко, тот, кто счастлив своему уделу. Ты понимаешь, что тебе всего достаточно. Тебе достаточно всего в том месте, в тот момент, в котором ты находишься, у тебя все есть. А будущее – это иллюзия, прошлого уже нету. И в этот момент человек такой, опа, а я ж богатый. Я-то думал, что у меня долги, но это же иллюзия. Какие я? Тот я, который связан со Всевышним, какие долги? Я сейчас вот сижу, кофе пью, вот у меня какой долг? То есть человек, он становится в этот момент, он счастлив своему уделу, богатый, почет. У него он понимает, что он часть Всевышнего, и для него вот этот почет... Кстати, тоже Тора интересно здесь, если мы отсюда перейдем на Пертьявод, то есть в Пертьявод такая Мишна. Она говорит, миашир, кто богатый, а самех бехелко. Богатый – это тот, кто рад своему уделу. Михахам, кто мудрец, Алумет Миколь Адам, тот, кто учится у каждого, и это равноценно скромности. Потому что, если я не уверен в своих вот этих мысленных построениях, то я могу услышать сквозь человека, то есть Всевышнего, да, как царь Давид говорил, что Миколь Меламда Искальти, от каждого, кто меня поучал, я умудрился. Ти да теха сихали, потому что твое свидетельство Всевышний говорил о со мной. Он тогда сквозь слова людей, он видит, как ему Всевышний обращается. Это настоящий мудрец. Кто мудрец, тот учит от каждого. Кто михубат, кто вот как раз, у кого есть почет. А михабет это бреет, тот, кто почитает, уважает создание. И получается, что вот этот вот почет, когда ты, почета настоящего Всевышнего, и когда во всем, в каждом ты видишь вот это вот проявление Всевышнего, то и люди тебя уважают. Они видят, что ты не завидуешь, что ты действительно уважаешь, восхищаешься. Вот есть у нас такой знакомый Рафханов Лернер, да. Вот он каждого человека, он реально почитает, уважает. Он такой, он сияет. И все его уважают. Вэхаим. И тут ты соединился с настоящей жизнью. Настоящая жизнь это духовная жизнь, вечная жизнь, связь со Всевышним, связь вот с той реальностью настоящей, духовной, которая находится за пределами, которая корень всего. И в этот момент ты соединяешься с вечной жизнью, чего я всем нам желаю, чтобы мы выполняли в своей жизни вот этот четвертый отрывок 22 главы. Запишите его, выучите его наизусть, и применяйте тогда этот путь к настоящему счастью. Следом за скромностью приходит трепет перед Богом, богатство, почет и жизнь. Все. Удачи всем успехам. Шаббат шалом. Шаббат шалом. Счастья. Удачи, успехов. Здоровья. Желаю всем участникам этих уроков и всех, кто любит Всевышнего. Всем, всем удачи, успехов. Шаббат шалом. Все. Хорошего дня. Счастья. Спасибо. Продолжение следует...